За последние пять лет Карачаевский городской округ претерпел огромные изменения, как во внешнем облике общественных и дворовых территорий, так и в строительстве спортивных и образовательных объектов. Развитие в данных направлениях необходимо продолжать, причем не снижая интенсивности. Эта почетная миссия решением городской думы передана исполняющим обязанности мэра Альберту Доттаеву. На новом посту он уже начал разработку программы социально-экономического развития округа. Приоритет у нового мэра Карачаевского городского округа восстановление бюджета, занятость молодежи, а также развитие всей инфраструктуры округа. Более подробно о своих планах мэра сказал в интервью. Альберт Асхатович, какие цели вы ставите для себя, как мэр Карачаевского городского округа? Цели возникают от необходимости управления городом. Когда мне предложили эту должность, глава нашей республики поставил задачу, говорит, город Карачаевск, надо просто его, так как это город в республике, именем Карачаевского народа, центр Карачаевского народа, и этот город надо как-то поднять, показать, чтобы... Город знаковый, тем более я здесь живу, работаю, поэтому цели стоят такие, чтобы город стал лучше, краше, жителям города было легче жить, город, чтобы стал привлекательным, и главное, так как я 30 лет работал до этого в бизнесе, я постараюсь поднять бизнес, деловую активность города, привлекая сюда людей, молодежь, помогая им, в том числе и бесплатно, по мере возможности, выделяя земельные участки, только не под магазины, а для развития бизнеса. Назовите главные проблемы, которые необходимо решить в Карачаевском городском округе в ближайшем будущем. На мой взгляд, кроме текущих проблем, которых везде много, есть проблема первая, то, что катастрофически не хватает средств для того, чтобы и город благоустраивать, и уровень жизни поднимать. Я в первую очередь хочу поднять собственные доходы города, собственные доходы города, чтобы у нас все-таки были какие-то средства на благоустройство города. В данный момент их нету, их катастрофически мало. Ну, а поднять это можно следующим, на мой взгляд, образом. У нас очень много земли в аренде, и арендная плата не платится. Я сделаю так, что вся земля, которая находится в аренде, или обратно заберем в город, или люди, арендовавшие эту землю, будут платить по установленным законам, там, тарифам. Ну, земельные налоги и арендные. Есть имущество города, его, к сожалению, осталось немного, но его тоже надо использовать с умом, чтобы он тоже приносил доход. Но, естественно, надо поднимать деловую активность. Надо сделать так, чтобы людям было выгодно заниматься бизнесом здесь. У нас есть Донбай, у нас есть красивые места, у нас можно развивать туризм, у нас все можно делать. Ну, надо помогать людям, подтягивать к работе. Но главная проблема – это поднять доходность, доходную часть нашего бюджета. Вот я думаю, в этом деле я кое-что за 30 лет научился делать, и думаю, это я смогу сделать. Вы имеете в виду землю Зеленого острова и Старого кинотеатра? Много. Есть земли, которые люди взяли, не используют. Есть земли, которые люди взяли и не платят арендную плату. Есть кинотеатр города, ничего там не делается. Есть долгострой, есть просто люди взяли землю, что-то построили, ничего там не делают. Главное, я хочу, чтобы люди поняли, моя задача не стоит в том, чтобы зря у кого-то чего-то отбирать, потом заново его продавать. Нет. Я ставлю задачу, что человек, если взял землю, взял кинотеатр, взял еще что-то, он должен там что-то сделать. Ну, сделать и для себя, и платить налоги, чтобы было и нам хорошо. Но так, чтобы взял на всякий случай, а потом уже, когда ему будет удобно, он его или продаст, или там что-то сделает, я это не позволю. Город не может стоять в недостроях, в развалинах и так далее. Поэтому с этим будем, с этим примиряться не будем. Если человек взял, работает, то хорошо. Ему хорошо, если он работает, даже нам ничего не платят, хотя бы свою семью кормить за счет этого, это тоже хорошо. Государственным меньше нагрузки будет. Дальше, вот вопрос в городе, ну и в нашем округе, строительство магазинов, ну это будет прекращено, не нужно магазин, пусть строят цеха, пусть что-то думают, а то два магазина стоят, они практически не имеют дохода, и третий между ними ставят. Ну, это вот глупости, которые народ и свои деньги тратит, и демпингуют друг друга, и там не развивается, и тут не получается. Что касается, допустим, того же Донбая, ну, везде, где можно, уже понавтыкали гостиницы. Уже дошло до того, что номера отдают по 500 рублей, но это нигде в России нет, даже в самом захудалом районе России ты не найдешь в гостиницу номер меньше тысячи рублей, не то что в горнолыжном курорте. Это за счет того, что все понастроили, кто может и кто не может, и начали демпинговать. От этого бизнес не идет, от этого бизнес превращается в какую-то серую схему, где нет дохода ни владельцу, ни государству. То есть Донбая тоже будет приостановлена в выдаче разрешения на строительство гостиницы. Сначала надо переварить, что там есть, навести порядок, потом посмотрим. Вот примерно позиция будет такая. Ожидаются ли кадровые перестановки? Я людей, которые здесь работают, предупредил. У меня нет, как было модно раньше, команды, а никакой команды я сюда приводить не буду. Люди, которые работают добросовестно, выполняют свои обязанности здесь, они останутся на работе. Кто не хочет работать и не может, попытаюсь того заставить или научить. Но не получится только тогда. Кадровых больших перемен не будет. Ну, то есть, естественно, кто-то будет уходить, приходить. Но так, чтобы человека замещать другим человеком, из-за того, что другой человек мне более близок или нужен, этого не будет. Я ставлю целью не вопросы как-то личного какого-то тут обогащения, а интересы города. Поэтому мне нет нужды замещать своими людьми работающих людей. Как вы планируете задействовать молодежь? Молодежь надо, молодежи надо давать работу, надо помогать, надо, чтобы молодежь видел перспективы. В этом плане, что я могу, то буду делать. Но главное, надо стимулировать, показывать пути и поднимать деловую активность и бизнес. У нас в стране очень тяжело заниматься бизнесом. Ну, так вот сложились обстоятельства, но вот это надо преодолевать. Знаете, я вот сколько занимался бизнесом, бизнесом сколько занимался, ни один глава района, ну, вот не шел навстречу, не давал землю для того, чтобы даже там поставить какой-то объект для того, чтобы, ну, нужная для того населенного пункта и так далее. Всегда приходилось землю у кого-то выкупать, как-то решать эти проблемы. Везде, значит, начинаешь заниматься бизнесом, все ставят тебе палки в колеса, ну, кто-то из-за личной заинтересованности, кто-то из-за того, что законы вот так построены у нас. Поэтому тяжело было заниматься бизнесом, но я хочу это переломить хотя бы в одном округе, в одном районе. Человек, который хочет реально заниматься бизнесом, реально хочет что-то делать, он может рассчитывать, что в нашем округе он получит и землю бесплатно, ну, насколько он может быть бесплатно, с точки зрения закона я имею в виду. Он получит поддержку мою. А я попытаюсь, ну, как-то отношения его с правоохранительными органами, с надзирающими, контролирующими, ну, насколько хватит моих полномочий наладить эти отношения, чтобы его лишний раз никто, так сказать, как наши руководители в Москве говорили, кошмарить бизнес. Я попытаюсь в меру своих полномочий не давать кошмарить бизнес. То есть главное, чтобы он что-то тут производил, чтобы хотя бы одно рабочее место, два. Ну, вот тогда вот таким образом мы будем делать рабочие места. А так, где рабочие места, государственные должности расширять, муниципальные, чтобы просто тратить бюджетные деньги, это не путь. Надо, чтобы люди работали, зарабатывали, приносили доход и себе, и бюджеты округа. Вот это, вот этим путем попытаемся пойти. Будет ли город улучшаться визуально? Как говорят, совершенство или красота не имеют предела. Город за день не улучшишь, для этого и за короткий срок. Ну, есть много вопросов. Допустим, в городе у нас есть много домов старой постройки, где можно, их надо привести в внешний вид порядок. Естественно, уборка территории мусора, это естественно надо делать. Тут сейчас много программ, я смотрю, государственных, где можно тоже улучшать. Шаг за шагом, за день, я не обещаю, за месяц тоже, но шаг за шагом, я думаю, внешний вид города мы будем улучшать. Мы не дадим разрешения без архитектурного решения. Кто-то что-то хочет построить, обязательно. Мы проследим, чтобы это было согласовано с нашей архитектурой и фасаду, внешнему виду, чтобы было уделено достаточно внимания, чтобы она вписывалась в окружающую часть зданий и так далее. То есть это будем делать ежедневно, ежемесячно. Вот таким образом можно только улучшать. Как будете поступать с проблемой бродячего скота? Значит, там все просто. Если человек хочет держать корову в городе, ну пусть держит, но он должен сделать так, чтобы его корова из-за того, что он хочет молока, не мешал другим жителям города. Значит, пусть договариваются, выгоняют на выпасы. Я же не запрещаю им через город прогонять куда-то на выпасы. Пусть на выпасы выгоняют, пусть пасут. Но так, чтобы коровы ходили по городу и разрушали мусорки, там гадили на тротуарах и так далее, но это не будет позволено. Поэтому я в своем обращении написал, коровы будут задерживаться и помещаться в пункт содержания. Их там будут кормить. Скотина не виновата, что хозяин за ним не смотрит. Мы их будем кормить. Если в течение недели хозяин объявляется, он выплатит штраф, установленный за то, что корова бесхозно ходила по аллеям города, и выплатит стоимость содержания. То есть мы будем кормить корову там. Ну и охранять там будем. Если в течение недели хозяин не появляется, то установленным образом с привлечением органов внутренних дел корова будет признаваться бесхозным. И реализовываться то ли в мясокомбинат, то ли... Ну, это мы уже решили. А доходы с этой продажи пойдут в бюджет города. Все это будет честно и справедливо. Если человек хочет держать корову, ну, пусть переезжает в село. Если не может, то его, согласно правилам, держать в городе. Вот еще вся затея в этом. Как будет решаться проблема с мусором? Будет усилена экологическая служба города. У нас проблемы с местами, точками, где мусор собираем. Там вроде бы более-менее мы решим. Но есть очень много людей, которые строительный мусор разбирают у себя что-то, там, дома стенку или что-то. И тайком пытаются вывезти мусор и куда-то его вывалить. Газелями, КамАЗами там. Этих будем, ну, пытаться ловить. И очень жестко штрафовать. При этом мы будем просить у населения помощи, чтобы люди, которым не безразлично, вот, не безразлично место его жительства, люди добросовестные, они, чтобы, если можно, фиксировали это дело. Сейчас техника позволяет, телефон, айфон это позволяет. И передавали нам данные об этих нарушителях. Мы будем с ними очень жестко бороться, чтобы этого не было. Человек, чтобы сэкономить свои 200-300 рублей, чтобы не отвозить этот мусор в полигон, он считает возможным его высыпать или на зеленый остров, или там где-то в другое место, или в место, где стоят баки, но это недопустимо. Редактор субтитров А.Семкин